В эфире главное время местное. Сегодня в выпуске. Декада инвалидов в Новошахтинске, пьяный дебошир и обновленная улица в Матвеевом Кургане, а также возрождение православных традиций в Милеровском районе. Подробности через несколько секунд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В День инвалидов активисты организации решили собраться вместе, чтобы еще раз подтвердить, люди с ограниченными возможностями обладают безгранично активной жизненной позицией. Этих людей надо все больше и больше уважать, все больше и больше считаться, и все больше и больше давать им возможности, чтобы они жили точно так же, как те люди, которые сегодня полны здоровьем. Первый заместитель главы администрации города Сергей Бондаренко рассказал о программах поддержки инвалидов и пригласил всех на экскурсию по городу. Это доступное жилье, и сегодня это не только программа, которая действует в городе Новошахтинске, эта программа действует как бы в Ростовской области, в нашей стране. На экскурсию явились все, кому позволило здоровье. Многие не выходят из дома, и такая автобусная прогулка стала не только возможностью увидеть город, узнать новое, но и пообщаться друг с другом. Первый заместитель главы администрации Сергей Бондаренко кратко и содержательно рассказал о том, что построено и что еще предстоит построить в Новошахтинске. Заместитель мэра по экономическому развитию Марина Ермаченко проинформировала о действующих предприятиях на территорию города и перспективах на будущее. Сделано действительно многое, есть о чем рассказать. Во время поездки горожане узнали также о медицине, образовании, культуре. Ну а слева, посмотрите, наша новая такая площадь, интересная получается. Совсем скоро мы здесь поставим новогоднюю елку и приглашаем всех, пользуясь возможностью, на наши городские мероприятия, которые пройдут 27 декабря. Жители города внимательно слушали экскурсоводов. Изо всех уголков автобуса время от времени звучали восторженные возгласы новошахтинцев. Столько нового, столько интересного и просто красивый, богатый. Вот действительно, что город растет, город живет. В свои 29 лет Екатерина Васина верит в Деда Мороза. Мечтает на Новый год получить в подарок ноутбук. Но самым дорогим подарком для нее было бы здоровье, чего и вам желает. Быть крепкими, быть дружными, всем желаем. Экскурсия завершилась, а декада, в течение которой проводятся мероприятия по привлечению внимания к проблемам инвалидов, продолжается. Когда мы действительно смотрим, что же мы сделали, подводим итоги, что же мы хотим сделать, что мы собираемся делать в ближайшее время для того, чтобы этим людям, вот этому большому-большому слою людей, которым тяжело в этой жизни, которым надо помогать. И мы всячески проводим все мероприятия, и вот это мероприятие посвящено именно этому. Если вы давно хотели сделать что-то хорошее, осталось решить, куда направить свои силы, время и средства. Рядом с вами люди, которым нужна ваша помощь. Сегодня у нас будет... В Матывом кургане снова ЧП. Не успели сотрудники ГИБДД задержать нарушителя безопасности дорожного движения. Как полицейским поселка пришлось успокаивать пьяного дебошира. Мужчина за оскорбление представителей власти был задержан. Подробности у Примиусия. Когда сразу же порядка попытались его арестовать, дебошир разорвал на себе одежду, оголив интимные части тела и пытался скрыться. Когда же полицейские скрепили его руки наручниками, задержанный стал публично оскорблять их нецензурной бранью. Спустя сутки, протрезвев спецприемники Таганрога, мужчина пожалела содеянным. Однако отвечать за поступок все же придется. За оскорбление представителей власти в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей. Есть в Матвеевом Кургане и приятные новости. Недавно в районном центре торжественно открыли обновленную улицу Воронежскую. Этого события жители ждали давно. Вдоль по Воронежской прошлись и наши коллеги из районной телекомпании. Не все было гладко, и погодные условия мешали работе, и человеческий фактор не всегда шел на пользу дела. Однако и районная, и поселковая администрация проявили последовательность в своих словах и действиях. Были проблемы, решали их там, и съездами помните, ну разные проблемы, тем не менее. И также особую благодарность выразить вам за терпение, что вы выстояли вместе с нами, что эта дорога построилась. Пускай она будет служить людям на благо, чтобы она стояла очень-очень долго. Руководство района не намерено останавливаться на достигнутом. Будет праздник и на других улицах. Ну самое главное, вы знаете, у нас есть понимание того, что надо делать качественную, лучше жизнь. И мы будем дальше. Вот сейчас сделали вот эту, потом запланируем, вот пойдем в следующую. Следующая мира. Да, переулочки начнем это самое. Вот здесь может быть улицы, а вот на том поселке, вот где вторая школа, там начнем переулочки уже как бы соединять, потому что улицы там как бы уже есть. Вот. А в целом, вот я хочу сказать, как бы там трудно, тяжело, это самое. Главное у нас потихоньку, ну мы движемся вперед, что-то получается как бы камешек к камешку. Разрезается символическая красная ленточка. Улица Воронежская открыта. Традиции православной веры возрождаются. У хутора Малатокматский силами жителей поставлен поклонный крест. По одной из версий, первый поклонный крест на Руси был установлен святой равноапостольной княгиней Ольгой более тысячи лет тому назад на Киевских горах. Сегодня их уже не счесть. Люди стали осознавать, как это важно, передать духовное начало своим детям и внукам. Миллерасская телекомпания продолжит тему. Настоятель свято-пантелеймоновского прихода, отец Дмитрий, возглавил колонну, которая с иконами и хоругвиями прошла по улицам села, напоминая жителям о важном церковном обряде. Освящается крестное знамение сие благодатью Пресвятаго Духа, кроплением воды сия священная во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. После освящения поклонного креста, настоятель свято-пантелеймоновского прихода, отец Дмитрий, обратился с проповедью к молодежи, ко всем, кто чтит веру православную. Это ваше детище. Каждый из вас, как мне известно, принял участие в одружении, благодарность особая главе администрации. Так совпало, что освящение поклонного креста проходило в день праздника Архангела Михаила, почитаемого православной церковью. Сегодня церковь как раз и празднует День Архангела Михаила и всех святых божьих ангелов. Хочу и поблагодарить вашего главу администрации. Его, вы знаете, все как зовут его, да? Значит, он у нас сегодня именинник. Отец Дмитрий подарил в дар главе Первомайского сельского поселения икону, на которой изображен лик Архангела Михаила. В свою очередь, Михаил Левочкин высказал благодарность всем, кто приложил усилия для того, чтобы символ православной веры был возвиднут на памятном для жителей месте. Посмотрите, какой сегодня прекрасный день. Сколько казаков здесь присутствует. Это говорит о том, что наши добрые традиции, если они когда-то и были забыты, то они возрождаются. Это были главные новости из удаленных уголков Ростовской области. Программа вела Таисия Киргеева. Увидимся завтра на областном канале Южный регион Дон в 20.50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова